Более детальное визите мажоресменов в Павлодарскую область мы расскажем в нашем специальном репортаже в субботу. Какие фотографии запрещено выкладывать госслужащим в социальные сети? Можно ли использовать смартфоны в районных и сельских акиматах? В Павлодаре обсудили этические вопросы поведения государственных служащих. Подробнее в следующем материале. Государственный служащий должен быть уравновешенным, вежливым и воспитанным. Его поведение и другие моральные качества отражены в кодексе этики. Однако есть и такие работники, поведение которых ему не соответствует. К примеру, в 2017 году более 100 государственных служащих подверглись дисциплинарным мерам за грубое поведение. В 2017 году было зафиксировано 670 фактов нарушения дисциплинарных норм. 105 из них связаны с грубым поведением государственного служащего на работе. Не уменьшаются и покушения должностными лицами на государственный бюджет. В ходе встречи были выявлены основные области коррупции. По словам специалистов, преступность возникает там, где много денежных средств. Одними из наиболее коррупциогенных относятся отдел строительства, отделы строительства, отделы ЖКХ, финансы, земельные отношения и образование. Потому что особенно это в регионах, там 60% бюджета идет на образование. Сегодня во всех регионах республики работает уполномоченный представитель по этике. Его цель заключается не только в том, чтобы контролировать соответствие высокому имени государственного служащего, но и отвечать на вопросы, которые их касаются. Одним из наиболее часто задаваемых вопросов – это публикация фотографий в социальных сетях. Почему мы отдыхаем на Кипре, в Турции и не можем выложить свои фотографии? Потому что они, я объясняю, что в силу того, что они находятся на государственной службе, они несут определенные ограничения. Значит, по фотографиям нельзя на фоне дорогостоящих автомашин, значит, с алкогольными, с оружием. В ходе совещания также был поднят вопрос об использовании смартфонов в районных и сельских акиматах. Причиной тому – отсутствие секретных документов в учреждениях данного уровня. Представители агентства отметили, что возьмут этот вопрос на заметку. Во время встречи все государственные служащие получили полное ознакомление с этическим кодексом. Только в 2017 году два руководителя управлений были посажены за решетку. А совсем недавно руководитель регионального отдела строительства был задержан в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Ренат Абдул-Каюмов, Куандык Тонабас, Юрий Белевский, Ертас Ахпарат.